Войну нужно остановить, но Путина не убедить протестами и лозунгами. Представители российской оппозиции и сопротивления кремлевскому режиму заявили об открытии Центра мобилизации и технической поддержки. Гражданский совет обращается как и к желающим пройти обучение и взять в руки оружие, чтобы помочь украинцам остановить оккупантам, так и желающим помочь финансово на обучение и экипировку. На экипировку и обучение одного добровольца необходимо примерно 5000 долларов, говорят организаторы. Обучение проходит уже первых 200 добровольцев. Сегодня гражданское сопротивление требует от нас активных действий. Ваш вклад в отстранение преступников от власти – это пожертвование на мобилизационный центр. Поддержите его уже сейчас. Мы готовим профессионалов для групп сопротивления в российских регионах и национальных республиках. Кроме того, мобилизационный центр обеспечивает экипировку и техническую поддержку своих подразделений и вооруженных групп, страхует военнослужащих и организует лечение раненых. Анастасия Сергеева, международный секретарь Гражданского совета, с нами на связи. Анастасия, приветствую в нашей студии. Да, добрый день. Ну, собственно, первый вопрос такой, почему вдруг перешли, я не знаю, можно ли употребить здесь слово «радикальные действия», но, тем не менее, к таким достаточно жестким. Потому что, помню, мы с вами общались в нашей студии несколько месяцев назад. Вы приходили, презентовали этот флаг, новый такой анти, скажем так, кремлевский, бело-голубой-белый. И сейчас речь идет уже о том, что нужно брать в руки оружие, сопротивляться таким способом. В Кремле однозначно это воспримут как экстремизм. Ну, в Кремле как экстремизм воспринимают и поднятие флага белого-сине-белого. Так что, я думаю, что равняться и ориентироваться на то, что в Кремле считают, достаточно уже out of date. Не почему-то, не вдруг, на самом деле, есть и давно уже сформулирована проблема того, что есть граждане России, у которых российские паспорта, которые хотят идти воевать на стороне Украины. И, к сожалению, до сегодняшнего дня для них это было практически невозможно. На сегодняшний день есть только одно подразделение, которое включает в себя, собственно, вот именно граждан России. Это русский добровольческий корпус, и мы ему, собственно, и помогаем в этой ситуации. В том числе помогаем тем, что помогаем готовить новых людей, которые к ним хотят примкнуть. Достаточно простая задача. Есть люди, которые хотят, чтобы пожертвования на поддержку, военную поддержку Украине, именно россияне, да, они были не просто абстрактные, да, на армию анонимные, они хотят достаточно четко визуализировать, что они россияне, и они поддерживают именно батальон граждан России, которые воюют за Украину. Для них это не только какой-то физический момент, вот именно того, что они что-то жертвуют или что-то как-то участвуют. Для них это вопрос совести, вопрос того, что действительно сейчас получается так, что мы не победили сами Путина никакими другими способами. Он сейчас фактически воюет, да, и убивает украинцев, и украинцы воюют с ним, а мы как бы сидим в стороне и наблюдаем. Прежде всего те, кто находится вне страны, да, потому что внутри страны, ну, люди, они либо борются там какими-то теми методами, которыми они могут бороться в нынешней ситуации, либо просто чувствуют себя заложниками, либо даже не осознают того, что они заложники, а просто боятся за свою жизнь, особенно после начала путинской мобилизации. Те, кто сидит снаружи, ну, да, ну, вышли один, два, три раза с флагами, и объявили, сказали, что они против войны, Путин-то плохой, а дальше что? Дальше ничего не происходит. Их голос ничего не значит, ничего не может. Есть ли какой-то отклик уже на вашу инициативу? Потому что вот сейчас, допустим, только что я как раз говорил о том, что буквально за менее чем, по-моему, за двое суток украинцам удалось собрать средств на 60 БТРов. То есть мы видим активность украинцев, ну, понятно, чем она обусловлена, а вот как вы считаете, какова активность россиян здесь будет? Я как раз говорю о финансовой поддержке инициативы. Я предлагаю не бежать впереди паровоза. Давайте посмотрим. Мы фактически только начали. Мы действительно многие вещи делаем с нуля, и нас в этом прежде всего упрекают. Почему у вас нету селебрити? Почему у вас нету ВИПов? Ну, было бы здорово, если бы этими вопросами занимались Каспаров и Ходорковский еще там 3-4-5 месяцев назад. Договаривались бы с украинской стороной, договаривались бы с другими сторонами, с европейцами, еще с кем-то о том, чтобы такое было. Но они этим не занимались и заниматься не собираются. Ну, вот в такой ситуации мы живем, к сожалению, в России и вне России. Поэтому давайте посмотрим, давайте не будем забегать вперед. Есть отклик, люди пишут, многие люди пишут, что наконец-то. Многие сомневаются, как всегда. Но это, опять же, их нюансы. Я считаю, что мы не хуже в этом смысле, чем белорусы. Белорусы прекрасно и успешно сформировали полк Калиновского, успешно и прекрасно обеспечивают организацию всех процессов для полка. И в это вовлечены огромное количество людей в диаспоре белорусской. Я не считаю, что россияне в этом смысле менее эффективны, менее активны и менее нацелены на победу. Анастасия, спасибо большое. Мы обязательно будем следить за тем, как инициатива будет разрастаться и об этом рассказывать нашим зрителям. Анастасия Сергеева, международный секретарь Гражданского совета, была с нами на связи, пообщались, говорили об этой новой инициативе, о которой было только что объявлено, что россияне, появляются все больше россиян, которые готовы уже противостоять Путину не просто пацифическими лозунгами, но и брать в руки оружие и помогать, прежде всего, украинцам отстаивать их страну от оккупационного кремлевского режима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова